я никогда не забуду мне двадцать было наверное лет пятнадцать или шестнадцать и у меня отец очень строгий был я очень прислушался своего отца и буквально вот я вчера разговаривал со своим товарищем с которым я дружу 46 лет мы дружим 6 лет вместе в одной школе были потом я уехал сейчас он приехал в америку и мы начали вспоминать родители тоже у него очень строгий отец был нас родители очень любили но отцы были очень строгие у меня у него мы оба саши и оба хорошо учились в общем мы вчера вспоминали отцов и кто какой отец что привнес в жизнь я помню не было лет 14 или 15 и мой отец я что-то ему рассказываю там вот папа там все и мой отец мне сказал одну вещь если все побегут биться головой об стенку ты тоже побежишь и вот эту этот постулат я запомнил до конца своих дней запомните одну очень важную вещь в вашей жизни через вашу жизнь пройдет огромное количество людей которые будут вас всячески от всего отговаривать но лучше жалеть о сделанном чем жалеть о не сделанном объясню почему любая ошибка это урок да это опыт любая и хорошая и плохая всему нужно научиться и вы должны понимать одну вещь что это всего лишь мнение других людей которые абсолютно не должно совпадать с вашим эти люди ничего не знают об этой индустрии мне мой отец кстати тоже когда приехал в америку сказала ну тебе надо ты там хорошие деньги на такси зарабатываешь и не дальше продолжает амиде там поучись куда-то там станет инженером или еще что ты себя слушал бы своего отца наверное я был бы где-то инженером хорошим инженером зарабатывал бы сто пятьдесят тысяч долларов и жил бы как все черно-белые люди да может такое некрасивое слово не хочу никого обидеть но есть просто такое в английском языке слова average average это середнячок и я никогда не хотел быть как все и любой человек который не хочет быть как все он как минимум будет стараться что-то делать и я вам расскажу стихотовление моей мамы которые я очень люблю мне не поменять хотя моя мама фаталист кто знает что такой фаталист человек который верит судьбу мне не поменять твой ход судьба хоть пытаюсь и брыкаюсь каюсь но теплеет у меня душа от того что хоть сопротивляюсь того насрать на мнение других людей вот прямом смысле слова вот можешь так сказать взять видео и показать насрать почему нужно стремиться быть как все когда можно быть не как все даже попробовать вот у меня есть парень который на трейдинге зарабатывает по вашим меркам огромные деньги по американски меркам небольшие деньги он у меня проработал очень много лет и илюша его зовут и он мне говорит ну ты знаешь как я зарабатывает на сто двадцать сто сорок тысяч долларов я свободный человек я в год там путешествую пять раз и недавно предложили работу там за 200 тысяч долларов ну то есть приличная разница приличная разница которая по сути дела может позволить ему гораздо больше квартиру лучше иметь машину он сказал я свободу не применяю ни на какие деньги те люди они просто не понимают мой совет один не нужно даже пытаться объяснить потому что когда у человека закрытые уши его мозг не воспринимает ни к чему хорошему это не приведет поэтому мой совет он предельно простой слушайте себя слушайте свое сердце слушайте свою интуицию знаете как сказала фаина раневская что такое интуиция интуиция это способность головы чувствовать жопой сейчас очень большое количество людей она не доверяет своей интуиции но вы знаете попробуйте доверять свои интуиции идите туда куда вас тянет даже если это неправильное место но это ваш выбор поверьте мне вот вы знаете мне 52 года и все выборы в жизни я делал сам приезд в америку и все остальное в этой жизни я никому не скажу ты виноват в том что у меня не получилось или в моих поступках потому что все поступки я совершал сам и это очень важный фактор по вашей жизни потому что потом вы будете винить всех жену мужа папу маму и вы скажете зачем вы послушались я недавно встретил своего еще одного товарища тоже с которым дружил 46 лет и он очень умный был мы были три друга все три еврея я саша герчик саша вайнштейн и игорь ройтенберг и мы в классе были самые лучшие по математике всем физика химия и в общем мой товарищ игорь приехал сюда приехал с родителями и его родители имели очень сильное влияние на него с детства и короче а он очень талантливый я считаю был и реально мог продвинуться очень хорошо медицине он очень-очень толковый парень знаете прям видишь иногда человека видишь что талант и я его встретил несколько лет назад поехал к нему мы виделись говорили игорь чего ты не пошел на доктора учиться у тебя же так хорошо получалось он закончил одесское медицинское училище на бараново самое лучшее училище которое было и приехал в америку и просто пошел работать обыкновенным медбратом хотя медбратья зарабатывает очень хорошие деньги но у него все было у меня не было ничего мне не было родителей я был сам у меня не было ни денег ничего не возможности чтобы попасть в колледж да то есть очень тяжело и работать и совмещать было очень тяжело практически невозможно надо живущую жить было квартиру оплачивать и я ему говорит ну ты же был ты понимаешь вот меня дина дина это его мама вот она мне сказала зачем она мне надо ты будешь там столько лет учиться а ему очень много засчитали все люди кто приезжал с медицинским образованием из советского союза у них были очень хорошие возможности ну будем так побыстрее чем любой стандартный американец получить медицинское образование так вот запомните одну вещь раз и навсегда никто никогда не проживет вашу жизнь за вас все решения вы должны принимать сами иногда даже ребенок пятилетний пытается принять какое-то свое решение и сказать то что ему не нравится вы взрослые лбы вы должны принимать решение никто за вас не примет решение никогда рожать детей никогда строить дом не выходить жанну замуж или жениться да если у вас с родителями хорошие отношения такие как у меня с ребенком можно посоветоваться но я своему ребенку всегда делаю ремарку и говорю одну очень важную вещь и всегда говорю одно и то же я тебе говорю со своей призмы она для тебя может не подходить или бы для тебя неправильно но я говорю тебе так что я бы поступил вот так но это не значит что ты должен поступить также у тебя все свое свое я свое сердце своя голова свои мозги никого не слушайте не давайте никому поменять призму вашего мышления не забывайте одну вещь очень много в мире плохих людей которые не хотят чтобы вы состоялись чтобы у вас получилось и эти люди всячески всячески будут давить на ваш мозг чтобы сказать вам что это не ваш о тебе это трейдинг нужен зачем оно тебе надо из-за этого следует следующее постула не надо никому ничего рассказывать не надо ни с кем делиться надо делиться только с теми людьми которые по-настоящему тебя любят их мало это могут быть семья родители друзья вы знаете мне доверяет чужих людей студенты мои больше чем они доверяют своей родине это очень плохо это очень хорошо что они мне доверяют и слушается моих советов но будьте рядом только с теми людьми которые вас по-настоящему любят и вы знаете когда вам кто-то говорит я тебе очень люблю но я тебе так делать не советую никто никогда не будет на вашем месте никто и никогда вот на этой теплой ноте я закончу обзор сегодняшний рынок но не запомните одну вещь что все в вашей жизни будет идти от вашего мышления от вашего сердца да иногда нужно где-то подумать логически но нужно тоже себя слушаться когда все будут тебе говорить тебе это не надо так как это твоя жизнь только ты должен решить надо тебе это или не надо и никто никогда не будет на твоем месте вы знаете когда кто-то кому-то говорит вот я прекрасно понимаю там у тебя рак и все остальное человек у которого рак у которого нет рака они друг друга никогда в жизни не поймут никто никогда не будет на твоем месте я имею право полное давать вам советы потому что я разбираюсь в том что я вам советую ведь я не говорю там какие-то красивые слова там я самый лучший я самый крутой нет я зарабатываю деньги на трейдинге я себе считаю очень хорошим трейдером и только я многие другие я имею право вам помочь подсказать посоветовать но запрещать можете себе только вы запомните одну вещь если вам что-то говорят ваши родители запомните одну очень важную вещь потому что очень многие дети очень многие дети они находятся под очень сильным влиянием своих родителей так вот родители подарили вам жизнь это значит что вы со своей жизнью можете делать абсолютно все потому что она ваша ее вам подарили вы имеете право с подарком делать все что вы хотите поэтому никто ничего вам не может сказать я твой папа я тебе так сказал эта жизнь ваш и только при условии что вас сильно любят и вы доверяете этом людям можно прислушаться прислушаться потому что когда вас настигнет определенный возраст такой как у меня например и когда вы начнете понимать очень важные вещи в жизни вы будете все и винить а вы знаете кого нужно винить будет нужно будет винить только себя знаете за что за то что ты не принял решение просто решение принимаешь ты за тебя решение никто не принял